Здравствуйте, друзья! Сегодня в главной роли известнейший литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя». Здравствуйте, Наталья Иванова. Здравствуйте. Спасибо. Вы бы подписались сегодня под полушутливым, полусерьезным лозунгом братьев Стругацких, что книга должна быть интересной и пионеру, и пенсионеру. Я думаю, что, конечно, только разные книги интересны. Кому-то интересна такая книга для пенсионера, кому-то для пионера. Подозреваю, что они в единственном числе книга. Нет, вот если книга, так есть другой анекдот. Что подарим милиционеру? Говорят, давай подарим ему книгу. Нет, книга у него уже есть. Так что это анекдот еще прошлых времен, но его можно распространять на сегодня. Но количество людей, которые покупают книги и читают их, как известно, в стране неуклонно сокращается. Но нужно сделать все для того, чтобы остановить этот процесс и перевернуть. Вам, подобно Некрасову и его приятелю, хотелось ворваться в гости к какому-нибудь своему другу критику? Они ворвались апокрифично к Белинскому с криком «Новый Гоголь родился». Вот за последний год такой крик хотелось издать? Ну что-то у вас, Гоголи, как грибы растут. Было отвечено, да? Ну, на самом деле, бывают ощущения радости, потому что я стараюсь, поскольку я вижу литературный процесс заранее, я не могу сказать, что... Вы даже прогнозируете его? Формирую его, естественно, потому что мы читаем журналы, рукописи задолго до их появления в книжных издательствах и на страницах журнала, и отбираем их, потому что, прежде всего, наша работа – это отбор, да? И вот здесь бывает ощущение счастья? Оно, конечно, редко, как вообще в жизни, но бывает, бывает. То, что публикуется в журнале «Знамя», это можно назвать своеобразной первой премией для начинающего литератора? Я думаю, что так не столько первой премии, как это можно сравнить с такой площадкой большого театра, на которой каждый хочет протанцевать. А вы слышали такой грубоватый, но я подозреваю, что вышедший откуда-то из недр писательской среды термин «афилологичился». Имеется в виду, ну, словно такая болезнь человека, который рано, ярко и громко о себе заявил, афилологичился. То бишь стал мастером, но без уже задеваемых читательских струн. Вот первое – пух, а дальше – стал мастер. Вот это диагноз распространенный. Вы знаете, ну, тогда мы и к Набокову можем его отнести. Существует Андрей Битов, существует Людмила Петрушевская, существует Фазиль Искандер, и никто из них, ну, может быть, в какой-то степени Битов, который подарил однажды мне свою книгу с надписью «Вот смотри, теперь я ученый», когда издали отдельным изданием его статьи из романа. Он играл в такую игру, что его герой Лёва Адоевцев одновременно пишет статьи, вот эти статьи из романа, он потом издал отдельной книжкой. Поэтому офилологичение, во-первых, это термин для меня положительный, потому что более всего я ненавижу в русской современной литературе бескультуре и писание от пупа, вот это вот псевдореализм, который иногда называют новым реализмом, когда человек... Литературное босячество. Да, который не успел еще развиться, еще не успел ничего узнать и прочитать. Он просто считает, что вот если ему Бог дал возможность писать, вот как бы вот, да, связывать слово со словом, то образование фактически не нужно. Ну или это образование литературного института, которое, на мой взгляд, совсем не обязательно для писателя. Но вам же тут же ответят в ответ. Ну какое образование было у Сервантеса? А вот никакого и не надо. А потому что у Бродского тоже не было образования. Но самообразование это великая вещь. Не только от Бога. Просто дело в том, что Бродский не смог бы преподавать в американском университете. Но он молодым на суде. На суде он был молодым, поэтому и сказал от Бога. Да, ну он тогда сказал... Он и в конце жизни сказал бы, что это от Бога. Я думал, что это от Бога. Но на самом деле у него было фантастическое самообразование. Потому что когда вот я с ним уже познакомилась там, в Нью-Йорке, это был человек, который знал замечательно английский язык как родной, великолепно знал историю литературы, задавал студентам каждый год по 300 книг для чтения. То есть у него образование было замечательным. Ну, скажем, Бунин, юбилей которого тоже в 19-м году, у него тоже, он же из гимназии ушел, не закончивый год. А Анна Андреевна Ахматова, которая переводила замечательно, совершенно зная французский язык, переводила тоже письма. Помогая своему мужу Николаю Николаевичу Пунину, который в этот момент работал в Русском музее, и она, в общем, на самом деле была, ко всему прочему, замечательным искусствоведом. Хотя вот такого образования сказать, что она закончила Московский университет по отделению искусств, исторический факультет, этого не было. Я же говорю, когда мы здесь размышляем о том, каким должен быть писатель. Вот эта вот образованность, она должна быть не в том, что образованность свою показать хотим, о каждом сантиметре того, что мы делаем, она должна быть подспудной, она должна быть глубинной, она должна обеспечивать фундаментальность. Продолжаем разговор о влиянии литературы. Наверное, можно говорить и об архипелаг ГУЛАГ, и о детях Арбата. Это книги, которые забивали огромные клинья в фундамент, уже начинавший чуть-чуть разрушаться советской системы. Да, это было так. И, между прочим, я тогда работала в журнале «Тружба народов», вот когда, вот это был момент бума, печатания всего того, что было запрещено на протяжении 50, 60, 70, 80 лет. И мы в течение пяти лет, я имею в виду не только «Тружба народов», но и «Новый мир», и «Знамя», и другие журналы, просто распечатали эту литературу. И это была такая всесоюзная читательская конференция. Спускаешься в метро, и видишь, все читают там «Жизнь и судьба», журнал «Октябрь», все читают. И вот эти уроки, мы все думали, что вот они все прочтут, то есть мы все прочтем. И что-то изменится. Да, доктор Живаго. И изменится психология, ничего подобного. На самом деле самым живучим оказался вот этот самый комосоветикус, советский человек в его восприятии, в действительности, в его реакциях. Человек, который считает, что ему все обязаны, что только его государство должно обеспечить, что государство должно беспокоиться об одном, другом, третьем, четвертом, пятом, что он не способен очень часто к независимому и самостоятельному суждению. И это очень жаль, потому что процессы, которые идут у нас в стране и сегодня, в том числе и в литературе, говорят о том, что советский человек, разочаровавшийся в том, что он прочитал книгу, а общество не изменилось, а общество-то должно было меняться, вот нами самими, вот он и впал в некоторое безразличие, отбросил эту самую книгу, сказал, не надо мне ничего этого, и перешел просто, скажем, если это литература, то только развлечение. Если это телевидение, то это только концерт. А как же формула сначала ментальность, потом реальность? А вот получается, что эта ментальность, о которой мы, в общем, все хлопочем, и канал культуры, и мы в меру своих сил, эта ментальность меняется гораздо труднее. Ее же меняли 70 лет, ее меняли очень страшно. На самом деле, если говорить о собачьем сердце, вспомните его, вот эта вот операция по очеловечиванию собаки, она привела к тому, что потом профессор Преобоженский сделал все наоборот. Но все наоборот не бывает в обществе. Если какая-то паста вылезла из тюбика, вы ее назад не загоните. И если у русского народа, будем говорить хотя бы об этом, или прежде всего об этом, была уничтожена элита, была вырезана или уничтожена аристократия, если были высланы лучшие поэты, прозаики, уехали в эмиграцию, были высланы философы, два философских парохода, чего только не было. И все это были годы, годы. То лекарство одно. Но нация была обезглавлена. Поэтому нельзя подумать, что она восстановится даже вот чисто генетически в течение там 10 лет. Это не получается. Значит, лекарство, время. Лекарство, работать над этим. Лекарство, время, лекарство, пробивание, вот какого-то пробивания к сознанию, работа с читателями. На самом деле есть очень много возможностей. И люди на самом деле пишут просто и читают. По крайней мере, знаете, сколько у нас поэтов? Не поэтов, а сколько людей в стране пишут? Около 200 тысяч, я слышал. Да, какие-то дикие цифры. Значит, если они пишут, значит, что-то они хотят выразить, значит, они ментально растут, если они стараются себя выразить. Потому что литература, конечно, прежде всего, это самовыражение. Конечно, огромное количество графоманов. Но в советское время их тоже хватало. У меня однажды графоман просто сапер в редакции, потом через окошко сказал, а ключ в кустах, и ушел. Никого не было. Я думала, ну все, сейчас меня будут убивать. Шикарные чеховские просто персонажи. Нет, ну бывает же так, потому что многие хотят отомстить. Понимаете, наше дело такое опасное. Дело критика, ну как, скажешь правду, потеряешь дружбу. Да? А дело издательское какое, потому что я вдвойне живу в опасной ситуации. Вы сейчас произнесли фразу по поводу «Потеряешь дружбу», а я вспоминаю фразу Владимира Новикова, вашего коллегу, профессора Московского университета, доктора филологических наук, очень известного критика, который говорил, если я не путаю, следующую фразу «Премию дают, кому не жалко». И вот русский букер первый, мне кажется, он фактически подтвердил это. Нет, 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 это все не так. Ну, во-первых, сам Володя входит в жюри премии «Поэт», да? И она вот существует уже пять лет. Уважаемая. Да, он член жюри, не будем говорить, что там кому не жалко, да? Если говорить о букере, Харитонов первую премию Марк получил, а не Людмила Петрушевская или Владимир Макарин, которые тоже были в первом шорт-листе. И на самом деле, конечно же, «Время, ночь» – книга, ну, потрясающая. Это роман Петрушевская, который никуда не делся, и который все равно, несмотря на отсутствие премий, взял самую главную премию. Это шедевр. Вот он останется. Давали никому не жалко. А ведь каждое жюри – это море страстей. Ведь каждые пять человек. Одно дело Андрея Данаш-Синявский, который тогда входил в жюри. Другое дело Ауна Николаевна Латынина, которая тогда возглавляла жюри. Третье дело там и так далее. И каждый раз, вот поскольку я сама придумала, учредила и развиваю премию имени Петра Ивана Петровича Белкина за лучшую повесть года, то и у нас сменные жюри, и я очень часто наблюдала, как представитель жюри, который входит в конфликт иногда с членами жюри, не может победить его мнение. Поэтому вообще это все непредсказуемо. Вот те люди, которые считают, что премии все заранее решаются, и известно, кто получит, они глубоко не правы. Потому что каждый раз я сижу и думаю, боже, какой ужас, когда начинаются эти страсти. Так а может быть, чтобы не было обид, чтобы не было надутых щек. А как Хатабыч вы хотите, чтобы каждому просто по мячу, да? Помните, как Хатабыч давал этим футбольным? Может быть, взять сухую, бесстрастную машину, я не знаю, жребий в конце концов. Так же машина или жребий? Ну... Жребий не может быть. Почему? Я могу сказать... Манетку кидают? Нет, нет, нет. Просто дело в том, что существует система отбора. Литературы без иерархии не существует. Есть высота, есть центр, и есть отбор. И вообще литература движется благодаря отбору. Потому что что-то остается сегодня, в этом году, что-то переживает десятилетие, что-то несколько десятилетий, что-то столетие, а в общем 99% уходит. И на самом деле, после того, как советская власть кончилась и перестала отбирать сама, включилась вот эта вот система литературных премий, которая все-таки хуже, лучше, но каждый раз показывает свой отбор. И это очень важно для движения литературы. Пусть иногда несправедливой, но тогда сообщество возмутится, будет страшная дискуссия, как это бывает. У нас почти каждый год. Вы несколько лет тому назад сказали, что сейчас литературный процесс, вообще литература в целом переживает переходный период. Да, книжечку у меня такая есть. И на вопрос, когда он закончится, Вы скажете, ну где-то к 10-му году. Вот у нас сейчас середина. Да, я считаю, что на самом деле вот литература 20-го века действительно началась где-то с Первой мировой войны, вот начался такой настоящий 20-й век. До этого было такое договаривание 19-го. Сейчас, в начале этого века, договаривали во многом 20-й век. Но литература наша сегодня отличается чем? Как и все наше общество, литература не имеет модели будущего. У нас литература чаще всего о прошлом, даже не о настоящем. 10 лет тому назад, 5 лет тому назад, посмотрите просто тематически, как это все располагается. Можно назвать всю нашу литературу исторической, в каком-то смысле этого слова, современной. Леонид Юзефович, Александр Терехов, я называю книги, которые получили премию «Большая книга» в прошлом году. О чем это книги? О 30-х, 40-х, в лучшем случае ранних 90-х. Мы все рефлектируем по этому поводу, все переживаем. Мы идем, потому что у нас на самом деле вот этого проекта будущего сейчас нет, не в литературе, а нет в литературе, потому что нет такой потребности в обществе. Общество наше живет сегодня по инерции, может быть, даже в хорошем смысле этого слова. Вот жаждет стабильности, жаждет инерции. И вот эти анти... Оно устало от утопии. Потому что сколько было воплощения утопии, как вы понимаете? Нет, но у нас есть пример антиутопии. Вспомним Владимира Сорокина. Хотелось бы, чтобы этого не было. У нас антиутопия и ретро-антиутопия как раз существуют. Именно как ретро-антиутопия. Понятно. То есть мы сейчас ждем писателя, или, может быть, он есть, он, может быть, даже пишет этот роман, и он будет самым востребованным роман, который расскажет нам, куда мы идем, и что нас ждет впереди. Ну, вы знаете, это было время, когда у нас не было ни публицистики, ни газет, на самом деле, средств массовой информации, ни философов не было, ни социологов. Сейчас у нас все это есть все-таки. И литература избавилась от своей необходимости... Функциональной необходимости. Функциональной необходимости говорить о том, давать диагноз и прогноз развития общества. Я не думаю, что это будет один роман, который скажет, куда идти. Потому что, как правильно говорил Гумилев Аня Андреевна Ахматова, Аня, если я начну пасти народу, у души меня. Значит, поэтому литература сегодня народу не пасет. И правильно делает. Но она улавливает звук. Вот у Сергея Гамлетского есть совершенно замечательные строки по поводу того, что, как мы кричали о свободе слова, будто нечего сказать. Но сонета 66-го не перекричит. Поэтому литература... Давайте процитируем Шекспира, и все будет понятно. Вот почему сегодня Гамлет, где бы он не был заново поставлен, если это поставлено талантливым человеком, как вот я видела постановку Фокина в Александринке, то это Гамлет о том, что с нами происходит сегодня. Поэтому литература либо она вот такая, либо она исчезает, сходит на нет бесследно. Вы можете сейчас сказать предварительно хотя бы тех людей, которые бы вы хотели видеть в шот-листе любой из премий. Это up to you, как говорят. А, вы имеете в виду вообще вот в шот-листе ближайшем? Да. Но я могу сказать даже чисто конкретно, как говорится... В узких кругах. Да, в узких кругах, да. Если говорить о том, что уже напечатано в этом году, и что может, что претендует на премию. Ну, я думаю, что это и роман Германа Садулаева, «Шаленский рейд», тоже напечатанный у нас в журнале. Прошу прощения, это не реклама, но это факт в первом-втором номерах. Это, я думаю, это и роман Тимура Кибирова, новый, первый роман поэта Кибирова, который публикуется у нас в шестом номере, так что недолго осталось ждать. Он вслед за Гандлеским тоже в прозу, значит, поклонился. Да, да, да. Гадак, суровый прозер, клонер. Я думаю, что если говорить о премиях, о премии за роман, может быть, это новый роман Александра Ильичевского «Перс», который вот только что вышел. Очень толстый. Ну, вообще, я считаю, что премия «Большая книга», она не только повлияла в хорошую сторону, но и в плохую, потому что раздулись как-то вот наши, беспредельно раздулись наши романы. Каждый хочет назваться «Большой книгой». Старается соответствовать требованиям. Старается соответствовать, наверное, объёму. На самом деле это очень плохо. Мне гораздо больше нравится формат европейского романа. И я считаю, что вот после такого бума перенасыщенности словами под тысячу страниц, всё-таки литература перейдёт к более тонким вариантам, как тот же Ильичевский в романе «Матисс», гораздо меньше слов. Правда, я ещё «Перса» не читала, но звук уже идёт, что это очень интересно. Поэтому есть книжки, есть, есть книжки, есть публикации, есть о чём думать. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы всегда будете желанным гостем на нашей программе. Я хочу нашим уважаемым зрителям напомнить, что сегодня в главной роли на телеканале «Культура» Наталья Иванова, известнейший литературный критик, которая прекрасно разбирается в современной и не только литературе. Спасибо. Спасибо.